Здравия желаем! Продолжаем, значит, опыты по, значит, нахождению наиболее подходящий вариант для БТГ. Сегодня провел опыты вот с той же системой. Кто первый раз, на сайте покажу, значит, система такая. Мотор на 225 Вт, генератор на 600 Вт, этот мотор 15 тысяч оборотов, генератор 15 тысяч оборотов. Мотор вот этот крутит генератор. Так. Применяется, значит, возбуждение 18 Вт. Вот это. На 15 Вольт. Возбуждаем катушку. Так. Далее. Применяем реле на разных позициях. Вот сейчас покажу, значит, на позиции небольшой. Эта позиция в чем лучше. КПД меньше, но как говорится, быстрее это все выходит. Ток быстрее выходит. Сейчас запустим. Значит, для запуска подключаем вот этот 18-ти ваттный возбуждение сначала. Подключаем эту. А теперь уже подключаем пуск. Как видите, выход 112, 119-19 вольт. 112-19 вольт. То есть почти ровно. 5-7 вольт. 5-7 вольт идет. Выключаем. Ну, а так проверял на разных позициях. Значит, что с этой позиции? Что с этой позиции? Сейчас подправлю кресло. Вот. С этой позиции вот такой результат. Сейчас покажу. Это значит позиция одна десятая включена, две десятых выключена. Так. Позиция. Так. Сейчас ее найду. Вот. Видите? Один к двум. Значит, что получается? 483 ватта. Мы тратим в час. Но работает система только 20 минут. Так как перерывы одно работает, значит, две десятых перерывов. То есть работает только 20 минут. Третью часть. Потребляет, значит, за 20 минут 161 ватт. А тут работает 3 часа 1179 ватт. Выход. В час 393 ватта. В час. Но тут у нас 161 потребление. И получается 230 на выходе. Видите как? Если бы не было вот этого, то есть был бы магнитный. Как вот у меня маленький. Маленький магнитный есть. Но у них КПД небольшой. Вернее, КПД большой, выход небольшой. то было бы где-то около 300 ватт. Уже. Видите? Дальше. Это один дом. Дальше. Проверил, значит, один к трем проверил, что получается. За час 447. Но работает он только значит, четвертую часть часа. 15 минут. Видите? 15 минут. В работе 15 минут. Значит, за 15 минут 112 ватт потребления. А тут, значит, 1416 ватт за 4 часа. А в час 354 ватта. Итого, значит, получается 242 ватта свободной. То есть энергия для пользования и потребления свободной. Ибо 112 ватт отдаем назад. Чтобы крутилась система. Иначе она остановится. Это один к трем. Далее проверка. Один к двум я уже рассказывал. Один к четырем. Что у нас получается? Один к четырем. 423 ватта в час. Но работает 12 минут. Вот так как пятую часть часа. Так как на четыре десятых обрыв идет. Через реле идет обрыв. То есть счетчик останавливается. Или там батарейка будет. Батарейка, значит, не будет разряжаться в это время. То есть то же самое, что на счетчике, что на батарейке. Тут спрашивали. Возможно, даже на батарейке будет лучше показатели, потому что счетчик, как вы знаете, считает и обратку, и подачу. Батарейка, возможно, будет считать меньше. Хотя будет, хотя энергия-то полностью, тепло это будет, опять-таки, полностью, то возможно ну посмотрим. В общем, про это не будем говорить, что возможно. А то, что уже, как говорится, проверено, вот, значит, за один час 423, значит, 0,1 подается питание, 0,4 почти полсекунды питание не подается. Получается, значит, за 12 минут она работает в час, потребляет 84,6 а тут, значит, за 5 часов 1503 за час 360 ватта. То есть, тут получается, значит, чистая энергия 216 ватт на таких параметрах. И тут колебания, конечно, побольше, чем 1 к 2. 10-15 вольт. И вот еще проверил на 1 к 10. на 1 к 10 у нас получается 380 ватт. Так как у нас вот это жрет 11 раз. Понимаете? А если бы у нас это не было, вот, смотрите, что было бы. 18 помножить на 11. 118 ватт. 380 отнимаем 198. 198. 182 было бы всего. То есть, в два раза. тут бы было 16 ватт всего примерно. 16-17 ватт. А тут, видите, 1540, но за 1 часть 140. Тут получается 105. А так бы было, если бы не было вот этой фигни, было бы выходной 150. И 1 к 10, чем хорошо, чем хорошо. 150 ватт мы бы получали. Это надо, значит, магнитные, вот как здесь. Здесь магнитные, но они слабомощные. Вот на 360 у меня еще есть. Это мало. На 600 надо, так же, как здесь. Только с постоянными магнитами на 600 и не меньше 15, 12-15 тысяч оборотов в минуту. Там мы бы получали 150 чистый в час. Сейчас получаем 105 всего. То есть, 105 работает, значит, 11 часов. Получается 140 выход в час. 34 мы, значит, даем, чтоб крутилась эта система. Вот. И получаем 105. А так мы получали 150. В данный момент получаем 105. В общем, в данный момент эти все системы работают как просто, значит, средства для экономии энергии. То есть, экономят 78% энергии, если его гонять. Но я пока не вижу смысла гонять до получения батарей, потому что здесь сэкономим, а на то, что мы могли напрямую включить лампочки, то же самое бы было. экономия вся, видите, будет аховая, пока нет батареи. Так как на мотор все равно жрет, хоть одну десятую, но жрет по 35 ватт. Напрямую бы мы включили, то же самое было бы. это если мощное как один двум, то есть смысл сейчас запускать. Поэтому система в данный момент экономит, а когда будет батарея тяговая, проверим, по расчетам эта система должна работать вечно. Но если на одной к десяти, она еще и будет долговечная, так как больших нагрузок не будет, вы сами понимаете, чем меньше нагрузки на моторы, тем они дольше как у нас прослужат. Там и щетки меньше стираются, там же на щетках. И меньше разогревается значит это самое катушки возбуждения и так далее. Но это как говорил это высчиты по-рептилоидски. На деле это гораздо больше КПД. Просто мы его не можем получить нагрев этот. не можем получить его. То есть работать дальше можно получать гораздо больше, если научиться вот этот нагрев пользоваться. А пока так. Вот такие данные на данный момент значит придут какие значит новости батарейки придут где-то в конце декабря. То самое солнечная панель на 30 ватт заказал. Попробуем еще тихий тихий батага это же лучше будет как я планировал батарейка значит LED лампочки светят на батарейку на солнечную и получается вечный двигатель. в теории в теории вроде выходит. Посмотрим на практике. На этом заканчиваю большое спасибо за внимание желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне. лампочки лампочки Продолжение следует...